ГОСТЬ В СТУДИИ Ну, мероприятие такое, достаточно, ну, я не знаю, новое или не новое, я, например, о нем услышал недавно, многие тоже. Расскажите, пожалуйста, что вообще за выставка, как она будет проходить, что будет на ней интересного? Ну, как уже ясно из названий, это выставка кошек. То есть на этом мероприятии будут находиться кошки, породистые и не очень, то есть просто домашние любимцы. И люди, которые придут посетить эту выставку, они смогут познакомиться с разными породами кошек. С их владельцами, могут пообщаться с заводчиками, возможно, присмотреть себе какого-то любимца домашнего. Также, как бы на этой выставке у нас будет много мероприятий для детей, всякие конкурсы, викторины, аквагрим для детей, такое развлечение. Ну, в общем, я считаю, что это очень интересное мероприятие для наших граждан. Скажите, а много вообще участников будет? Именно тех, которые с кошками? Ну, на сегодняшний день планируется 90 участников. А каждый представляет только одного питомца одной породы или человек может приехать с двумя, тремя, например, кошками? Человек может, ну, как бы у нас есть такие товарищи, которые будут представлять несколько животных, но, как правило, занимается человек одной породой. То есть людей, которые представляют несколько пород, у нас на выставке не будет. Наталья Юрьевна, вот смотрите, вот выставка картин, все понятно, да, по стенам развесили полотна, люди ходят, смотрят, читают, интересуются у людей, которые на этой выставке работают кураторами. А здесь то же самое будет? То есть будут какие-то, я не знаю, столы или там вольеры, в них будут кошки находиться, люди будут ходить, смотреть или это будет несколько другое немного действо? Нет, это будет примерно так же. То есть будут столы, на стоях располагаются клетки, в клетках находятся животные. На каждом животном, на столе, где находятся животные, будет информация размещена об этом, там порода, как зовут, владелец. Владелец находится, как правило, рядом с кошкой, то есть если есть какие-то вопросы, можно ему их задать, он ответит, скорее всего, на все интересующие вопросы. Скажите, а гости будут из других городов? Может быть, из Нижнего, из Москвы? Да, у нас планируются гости из Москвы, из Нижнего Новгорода. А они приедут с какими-то интересными породами, необычными? Ну, я не знаю, насколько они необычные. Приедут с сибирскими кошками, с шотландскими и с донскими сфинксами. Расскажите, о наших горожане, саровчане, с какими вот интересными породами будут выступать? Может быть, буквально 2-3 примера и о самой породе чуть-чуть. Ну, у нас много пород представлено. Если я буду рассказывать сейчас про каждую, нам, наверное, не хватит времени. Нет, конечно. Ну, вот из редких пород, ну, сейчас вот популярные стали на пике моды Мейн-Куну. У нас в городе очень много Мейн-Куну будет представлено на этой выставке. Несколько заводчиков и планируется, что будут котята этой породы, как бы для продажи. Даже можно будет договориться там и как бы присмотреть себе домашнего любимца. Ну, абиссинские кошки, бенгальские кошки. Тоже, как бы, есть помёт уже у нас в клубе бенгальской кошки. Потом редкие породы бобтейлы. Курильский бобтейл, меконгский бобтейл тоже будут представлены. Бобтейл, извиняюсь, прерву название какое-то. Вот тейл, я понимаю, это хвост, а боб? Короткий хвост. То есть, бобтейл – это кошка с короткой, как бы, ну, без хвоста считают, но на самом деле у неё есть хвост, то есть, у неё есть все положенные позвонки, просто он изогнут таким волшебным образом, что, видимо, маленький просто пумпончик. Это очень интересные животные, аборигенные, которые жили в живой природе. Ну, как курильский бобтейл, допустим, его вывезли с Курильских островов. То есть, эта порода сейчас, ну, до сих пор открыта. То есть, как бы, если у вас, вы можете, ну, сейчас уже, наверное, не разрешают его возить, но, в принципе, как бы, раньше было так, что с острова привозили кошку, регистрировали её в клубе и занимались её разведением. Это курильский бобтейл. Ну, донские сфинксы, лысые кошки, узнают, уже люди тоже, как бы, были у нас на прошлых выставках. Кошка, которая получена была в результате мутации, естественной, и потом это закреплялось заводчиками, и сейчас уже мы имеем хорошее поголовье, как бы, этих животных. Ну, кто ещё? Сиамский кошка. Ну, очень модные сейчас шотландцы, их будет больше всего на выставке. Это скоттиш фолт, скоттиш страйт. И также их длинные вариации шерсти, это хайленд фолт и хайленд страйт, тоже будут представлены на выставке. Ну, русская голубая кошка. Котята тоже будут русской голубой кошки. В общем, я думаю, что будет на что посмотреть на выставке. Наталья Ивановна, вот коллеги подсказывают вопрос, кошки-животные стоические, это известно всем, но тем не менее, вот питомцы, которые будут представлены на выставке, они не испугаются такого количества народа? Всё-таки ситуация-то стрессовая для животного. Ну, конечно, это всё очень индивидуально, но лично я со своими питомцами очень много ездила по выставкам, и кошка, у которой равновешенная нервная система, она себя на выставке чувствует абсолютно спокойно, то есть она в клетке чувствует себя защищённо, то есть открыта только передняя часть. Единственное, как бы этим занимаются, конечно, сами владельцы, они отгоняют зрителей, потому что дети очень любят стучать по клеткам, сувать пальцы кошке, конечно, это недопустимо. И обычно люди пишут объявление, что по клетке не стучать, пальцы не тыкать, как бы если этого не делать, кошка чувствует себя абсолютно спокойно. Ну, есть такие более нервные кошки, их просто заранее немножко там дают им лекарства успокаивающие, они тоже себя чувствуют замечательно. Им хорошо. Ну да, они как бы абсолютно спокойно переносят это, большинство кошек. Скажите, а в какие часы будет работать выставка? Выставка для посетителей будет работать с 10 до 18.00 в воскресенье 8 декабря. Скажите, вы рассказали, что будет очень много всего интересного. А как, на ваш взгляд, чем вообще эта выставка может заинтересовать Саровча? Ну вот возьмём самых маленьких. Может быть, родители захотят привезти детей? Я считаю, что эта выставка – это прекрасное времяпровождение для всей семьи. То есть провести с пользой воскресный день – это значит посетить нашу выставку. Прийти с ребёнком, посмотреть на кошек, поучаствовать в конкурсах, разрисовать ребёнку лицо, проголосовать за понравившуюся кошку, посмотреть какой-то ринг интересный, где будет рассказывать судья, эксперт о животных. Я считаю, что это замечательно. Именно этим и ты можешь заинтересовать горожан, которым не так часто можно куда-то интересно сходить всей семьёй и на что-то посмотреть. Скажите, а будут? Но я, конечно, не уверен. Я вот могу только вспомнить по памяти такого артиста, как Куклачёв забыл. К сожалению, имя отчества. Вот будет что-то типа такого тренированных кошек и их выступлений? Нет, кошки не выступают на выставку кошек. Единственное, ну что-то похожее на это – это конкурс костюмов. Будет такой у нас конкурс проходить. Ну, то есть это владельцы своим питомцам шьют какие-то костюмчики и как бы их просто представлять. Ну, кошка ничего, конечно же, не делает, её просто красивую такую держит. И всё. Просто такой показ, смотр-показ, который, ну, интересен будет, конечно, для маленьких особенно посетителей. Скажите, а конкурсы какие у вас будут предусмотрены именно для посетителей? Ну, для посетителей викторины всевозможные, познавательные для детей. Ну, как бы вот из этого будет состоять детская программа. Скажите, а вообще вот эта выставка, она первая такая в Сарове или до этого проводились уже соответствующие мероприятия? У нас в городе проводились выставки, давно проводились, ещё люди помнят как-то, но это не мы занимались этим, в России проходила выставка. А вот наши компании, как бы, это уже третья выставка, ну, как таковая выставка. То есть первая выставка у нас была два года назад в марте, назвалась «Мартовской коты». В прошлом году у нас была «Зимняя сказка», тоже в декабре проходила, тоже 8 декабря. Но эта выставка от прочих отличается тем, что её мы проводим по правилам Всемирной Федерации кошек. То есть на эту выставку получена лицензия, на неё приезжают двое судей по всем породам, которые сертифицированы этой организацией. И на этой выставке породистые животные могут получить, как бы, оценки, которые признаются этой системой, ну, и, соответственно, закрыть титулы потом. Скажите, а зачем вообще животному вот эти самые оценки? Это, ну, грубо говоря, критерий того, годен ли он для участия в разведении этой породы? Да, для породистых животных оценка эксперта – это разрешение участвовать в племенной работе. То есть по правилам той же самой Всемирной Федерации кошек, кот может участвовать в племенном разведении, если он имеет титул не ниже чемпиона. А кошка должна иметь оценку не ниже «отлично», только это, как бы, даёт ей право, полное право иметь потомство. Скажите, а если у человека есть сомнения, например, породистая его кошка или нет, или не до конца породистая, он может её привести, или это уже надо поговорить отдельно? Нет, это есть такой класс новичков называется, то есть заявляется человек в класс новичков, приходит на выставку, его смотрят эксперты. Если он считает, что его кошка соответствует стандарту какой-то определённой породы, как бы должны два эксперта определить это, что он имеет фенотипические признаки, и ниже «отлично» получить оценку, тогда человек может подтвердить свою породность и получить так называемую нулевую родословную, где будет только имя его питомца, но дальше он уже может, как бы, ну, это будет закреплено за ним, он будет дальше участвовать, допустим, в разведении, если он очень отличными какими-то качествами обладает. Вот мы с вами, Наталья Юрьевна, поговорили перед эфиром и выяснили, что у нас выставка будет поделена на две части. Первая часть, ну, грубо говоря, для своих профессиональной, вторая уже для посетителей. Вот в этой профессиональной части выставки ещё не поздно как-то подать заявку и принять участие? Ну, в общем-то, основной каталог, конечно, у нас уже закрыт, ну, есть так называемый доп-список, ещё там два-три дня мы можем принять там несколько животных, ну, и как бы всё, на этом заканчиваем. Скажите, а обратиться к кому можно по этому вопросу? Поэтому обратиться к вопросу можно мне, позвонив по телефону, продиктовать. Да, если можно, вдруг кому-нибудь будет интересно. Можно позвонить мне по телефону 902-308-3039, и я запишу на выставку. Наталья Юрьевна, а вы предъявляете какие-то требования к желающим? Да, самые главные требования к желающим – это наличие прививок. То есть, животные в обязательном порядке должны быть привиты от бешенства. Ну, естественно, они должны быть здоровы. То есть, это основное. А то есть, вы сами никакого личного осмотра не производите? Человек записывается, приводит свою кошку, судьи уже выносят свой вердикт? Нет. На выставке, на самом выставке после регистрации в обязательном порядке будет ветконтроль. То есть, все животные должны пройти ветконтроль. Спасибо. Наталья Юрьевна, вот в программе выставки значится такое необычное действие, как ВЦФ-ринг. Объясните, пожалуйста, нашим радиослушателям, это что такое? Ну, ВЦФ-ринг – это такой смотр кошек, который заключается в том, что все заявившиеся кошки на этот ринг, они делятся по возрастам. То есть, есть ВЦФ-ринг молодых животных от 3 до 10 месяцев, ВЦФ-ринг взрослых от 10 месяцев, ВЦФ-ринг кастратов. То есть, это стерилизованные кошки, кастрированные коты делятся по такому признаку. И эти заявившиеся животные, их всех осматривает эксперт, и потом из всех из них разных пород выбирает десятку лучших и расставляет их по местам. Ну, соответственно, награждая, начиная с 10-го места и до 1-го. Скажите, а почему кошек делят именно по возрастам? Ну, потому что маленькие кошки, они как бы в развитии, многое прощается, многие породы долго формируются, то есть, не видно их породных качеств еще в маленьком возрасте. Поэтому маленьким как бы много прощается. Ну, и сложно сравнивать, допустим, трехмесячного котенка и там двухгодовалого взрослого кота. Их как бы практически невозможно сравнивать. Ну, что я думаю, стоит еще раз напомнить, что выставка кошек под названием «Зимняя сказка» состоится в это воскресенье, имею в виду ее часть для посетителей. Будет она проходить с 11 до 18 часов в Доме молодежи. С 10. Да, прошу прощения, с 10 до 18 часов в Доме молодежи всех горожан приглашаем посетить. Это замечательное дело. Давайте сейчас, Наталья Юрьевна, поговорим о том клубе, который вы возглавляете, клубе саровских любителей кошек, о «Дивной кошке». Расскажите, давно он вообще существует? Как он появился? Чья это была идея? Чем она была продиктована? Ну, эта идея появилась вообще в интернете у нас, на сайте «Колючий саров». Просто владельцы кошек как-то стали объединяться и решили, что нам нужно всем собраться. Мы собрались, и оказалось, что к этому очень большой интерес. И люди просто хотят общаться, хотят видеть своих животных, показать своих животных. И вот первая выставка мы как бы вот этой группой товарищей организовали небольшим кружочком. Вот она у нас в марте прошла. Потом мы поняли, что нам этого мало, что нам нужна общественная организация. И на общем собрании было принято решение, что мы как бы хотим эту организацию зарегистрировать. Ну, где-то год у нас ушло на то, чтобы там написать устав, там всякие формальности, зарегистрировать его в Минюсте. И в общем, в конце 2012 года эта организация была зарегистрирована, и она начала как бы свою уже официальную работу. Потом мы решили, что мы хотим не просто сами по себе плыть, а что мы хотим быть частью большого организма. Мы стали под клубом ВЦФ, и сейчас мы как бы работаем по его правилам. Поэтому как бы эта выставка у нас уже проходит под эгидой ВЦФ, имеется лицензия. Ну, в общем, как бы вот так наш клуб развивался. Ну, я смотрю, у вас прямо стремительное развитие было за последние несколько лет. То есть, начиная, по сути, с группы активистов, дошли до того, что официально зарегистрировались и стали частью Всемирной Федерации Кошек. Это, наверное, глобальная организация такого плана. Скажите, а вам это помогло решить какие-то задачи, или просто захотелось именно формальности, чтобы вот быть такой ячейкой любителей кошек в Сарое? Ну, просто как бы оказалось, что к этому большой интерес есть. Есть много уже в городе профессиональных заводчиков. Как бы людям необходимо оформление документов, допустим, родословные, где-то получать сертификаты. Как бы это людям нужно. Неудобно, согласитесь, ездить в Москву или в Нижний Новгород, возить котят, актировать свои пометы. У людей есть как бы потребности в этом. Поэтому как бы вот был организован клуб именно официально, именно как бы мы вступили в ВЦФ, чтобы все эти задачи решать здесь, на месте. Скажите, а вы клуб любителей породистых кошек, или вообще всех кошек в целом? Нет, это клуб любителей просто кошек. Просто кошек. Все, кто любит кошек, они все могут быть членами нашего клуба. Это просто объединение людей по интересам. Скажите, а много вообще в Сарое заводчиков кошек? Ну, точно их никто не считал, потому что не все заводчики, конечно, у нас в клубе. Но у нас в клубе порядка 35 членов. Ну, и как бы не все они заводчики, конечно. Некоторые обладают просто одним породистым животным. Ну, как бы в городе есть питомники зарегистрированные, которые, старые питомники, которые уже существуют давно, еще намного раньше, чем наш клуб, как бы они существуют. Скажите, а вообще заводчик – это непростое дело? И что вообще надо для того, чтобы начать этим заниматься? Вот может человек, выйдя на пенсию, и столкнувшись с тем, что у него появилось огромное количество времени, которое надо чем-то занять, вот заняться этим делом? Конечно, человек может заняться этим делом, но для этого нужно несколько условий. Самое первое – он должен любить кошек. Он должен любить кошек, интересоваться ими, и как бы отдавать себе отчет, что если он будет этим заниматься, то это потребует не только много свободного времени, но и много материальных затрат. То есть, и надо подобрать себе породу по характеру, потому что не с каждой породой кошки человек сможет существовать, потому что они настолько все разные, у них такие разные характеры, что это потом иногда приводит к проблемам у людей. Конечно, можно заняться, для этого надо изучить породу, как бы поездить по выставкам, поговорить с заводчиками, ну, завести себе кошку сначала с одной, а потом, если это заинтересует, увлечет, то, конечно, человек может стать заводчиком. Скажите, Наталья Юрьевна, а как на Ваш взгляд можно относиться к этому как к работе? То есть, я вкладываю определенные силы, деньги получаю из этого тоже, соответственно, деньги, ну, продавая котят просто. Это смешно. На кошках, если ими заниматься профессионально, деньги сделать невозможно. И, как бы, хотелось бы, вот, пользуясь случаем, сказать, что очень часто бывает, что люди хотят купить породистые животные, но подешевле, без документов. Вот такими действиями они как раз, ну, провоцируют именно коммерческое размножение людей, которые очень далеки именно от этики заводчика, которые просто эксплуатируют животные с целью получения наживы. Это, как бы, вот, просто они убивают труд людей, которые вкладывали, чтобы получить хорошее породистое животное. Они убивают. Вот это все сводит на нет. Потому что эти люди, они приобретают животных без документов, бесконечно их плодят, чего нельзя допускать. Продают там личинок месячных, котят, которые потом гибнут. И, как бы, вот получаем мы в результате то, что получаем. Скажите, а таких людей много и достаточно мало, но они держатся на стабильном уровне. Недобросовестные заводчики. Как бы, оценить количество этих людей невозможно, но можно зайти на Авито и посмотреть, каких там продают котят. Вот котенок, который стоит там 2-3 тысячи, которому месяц, это понятно, что, как бы, человек, как бы, у животного нет документа, животное не прибито. Оно, как бы, не факт, что он здоровый, оно, скорее всего, больно, и, возможно, что оно, как бы, в скором времени может погибнуть, что приведет к травме, допустим, если люди покупают, допустим, в семью с ребенком такое животное, ну, пытаются сэкономить какие-то деньги, они в результате получают еще больше проблем. Либо больное животное, которое приходится потом лечить долго и нутно, вкладывая в это деньги, либо животное гибнет, и ребенок получает психологическую травму на всю жизнь. Скажите, Наталья Юрьевна, а вы сами разводите каких-то кошек? Может быть, какие-то породы? Какая порода вот вам пришлась по душе? Вы сказали, что человек должен выбрать свое животное. Мне пришлась по душе шотландская кошка. То есть у меня всю жизнь были, конечно, кошки, но вот эту кошку я встретила пять лет назад, и я в нее просто влюбилась. Я приобрела свою первую кошку, ну, которая сейчас у меня, как бы, до сих пор живет. Мы очень с ней много ездили по выставкам, закрыли с ней титул чемпиона мира, и даже в 2010 году она была лучшим скотиш-фолтом России по рейтингу ВЦФ. И как бы с этой кошки начался, ну, наш питомник. У меня есть питомник, я являюсь заводчиком шотландских кошек. Ну, в общем-то, вот это моя любимая порода. Скажите, а чем она вас так покорила? Внешним видом, характером, темпераментом? Вы знаете, любовь ее нельзя объяснить. Я в нее просто влюбилась, и этому нет объяснения. А как вообще выглядит шотландская кошка? Я вот, например, совсем не представляю. Ну, она называется шотландская веслоухая, скотиш-фолт. То есть, из самого названия понятно, что у нее сложены ушки, плотно прижатые к голове. Это ее основной породообразующий признак. Ну, единственное, что как бы они интересны тем, эти кошки, что у них в помете бывают котята как веслоухие, так и прямоухие, которые называются скотиш-страйт. Ну, как бы вот это породы из двух пород, скажем так. А есть какие-то особенности характера у шотландских кошек? Шотландские кошки, они очень комфортны как бы для проживания с человеком. Они спокойные, в меру спокойные, в меру игривые. Как бы они не приносят каких-то проблем. Поэтому, наверное, они стали столь популярны в последнее время, отчего, конечно, очень сильно страдает сейчас порода. Потому что большинство кошек, которые сейчас продаются, это шотландцы. Это как бы факт. И, конечно, от этого порода страдает. Наталья Юрьевна, у меня такой вопрос возник. Мы часто, когда говорим не о кошках, а о собаках, упоминаем, что не все породы подходят для содержания, например, дома, рядом с детьми. А у кошек есть вот такие же особенности? Ну, конечно, все кошки индивидуальны, но все-таки кошки – это домашние животные. То есть, как бы оно любое может жить дома. Ну, если не считать, там сейчас вот занимаются дикими кошками, если люди там сервалов заводят, это, конечно, для квартиры неприемлемо. А так любая домашняя кошка, которая уже как бы имеет стандарты, признанная как бы, ну, той же, допустим, Всемирной Федерации Кошек, она домашняя. То есть, она в той или другой степени, она может быть некомфортная, там она громко кричит, там сильно пахнет, ну, как бы они все могут проживать дома. Но по поводу детей, как бы хотелось бы сказать, что не стоит покупать кошку в подарок ребенку, потому что кошка все-таки это не игрушка, это как бы живой организм, и надо отдавать себе ответ, ну, отчет в том, что каких это от вас потребует сил, затрат, что эта кошка будет с вами жить там 10, может быть, 15 лет, и что как бы никуда ее уже как бы деть нельзя. Хотя некоторые люди с легкостью покупают котят, потом их выбрасывают или там отдают, но это, конечно, неприемлемо. Давайте, кстати, с вами как раз поговорим, как может быть, со специалистом по поводу вопросов правильного содержания кошек как домашних животных. Я думаю, вот эта вот культура, она у нас не очень развита. Да, к сожалению, как бы у нас много существует мифов и заблуждений по поводу содержания домашних кошек, и хотелось бы отметить основные принципы. Первое, что если животное не участвует в племенном разведении, оно должно быть либо кастрировано, либо стерилизовано. Это будет кошке счастье. Очень много как бы люди к этому негативно относятся, но это неправильно, потому что ваше животное, оно страдает, оно постоянно находится в поиске. От этого возникают проблемы в поведении, как бы метки там по квартире. Ну, много проблем с этим связано. Поэтому как бы это очень важно. И как бы нам, именно в клубе, мы проводим такую работу разъяснительную, что как бы все-таки надо грамотно содержать животных. И второе, что животные все-таки должны прививаться. Они должны быть привиты. Тоже люди как бы к этому очень безответственно относятся, не прививают животных, говорят, что вот она у меня сидит дома, как бы нам это не нужно. Но принести заразу можно на обуви домой, ну, как угодно. То есть кошка может погибнуть, и как бы люди тоже от этого могут пострадать. Поэтому как бы кошек тоже нужно прививать. То есть это основные правила в содержании животных. Скажите, ну вот собак, например, все выгуливают на поводке, да, вот с кошками как быть. Я просто знаю людей, я не уверен, правильно они поступают в соответствии с этикой заводчика. Не заводчика, даже просто хозяин. Они ее держат дома. То есть вот у нее лоток, телевизор, диван, мягкое кресло, там специальная штучка, в которую можно когти тащить, и все. И она у них в принципе из дома не выходит. Вот это правильно? Для кошки это достаточно. Она как бы прекрасно чувствует себя дома, и даже как бы есть животные, которые никогда не были на улице, их это нисколько не напрягает. Даже наоборот, как бы, ну вот бывает, у них как бы есть тоже несколько животных таких, и как бы вот иногда приходится там на улицу его выносить. Он в шоке. Для него это шок, потому что это улица, запахи, звуки незнакомые. Как бы он абсолютно хорошо чувствует себя дома. Ему это не нужно. То есть здесь совсем не так, как с собаками, да? Естественно. Ну и как я понимаю, стерилизованную кошку можно на улицу выпускать смело. Ну, если вы не боитесь ее потерять, то можно. Ну, я имею в виду, с точки зрения вот именно неконтролируемого послода котят. Да, естественно, конечно. Скажите, вот у нас в городе ведь есть приют, да? Да. Я так понимаю, вы с ним сотрудничаете, ну, в самых общих вопросах, то есть материально помогаете, еще какие-то средства выделяете. Скажите, а вот животные, которые содержатся там, они проходят вот эти процедуры стерилизации, кастрации, то есть когда человек берет из приюта животное? Ну, они стараются как бы это сделать, но как бы не всегда на это хватает финансовых средств. То есть в приюте очень много работают волонтеров, которые как бы не получают за это зарплату, просто по личной инициативе стараются помочь брошенным животным. И поэтому, еще раз, с этим валом очень трудно бороться. Есть много людей, которые берут котят на передержку, то есть маленьких животных, потому что они гибнут в приюте, они там не выживают. Они берут к себе домой, их немножко подращивают и потом пытаются пристроить. Но чтобы как бы от этого как-то избавиться, все-таки хотелось бы еще раз сказать, что животных надо стерилизовать, как бы не надо плодить, бесконтрольно это, ну, с этим трудно бороться, если люди не будут к этому относиться ответственно, к содержанию своих животных. Наталья Юрьевна, скажите, пожалуйста, вот вопрос именно медицинского обслуживания животных, ну, в частности, прививок, они решаются разу, то есть с детства котенка привили, ему хватает на всю жизнь, или это надо поддерживать, надо раз в два-три года постоянно животное водить на осмотр к врачу? Как правило, как правило, прививка действует год. В общем, как правило, делается прививка от бешенства, причем эти прививки, они по закону обязаны иметь каждое домашнее животное прививку от бешенства. Она повторяется ежегодно. И также рекомендуется сделать животное противовирусные прививки от вирусных заболеваний кошек, она также действует год. То есть достаточно разу будут приехать в ветеринарную клинику, сделать две прививки своему животному и спокойно жить до следующего года. Скажите, а у нас нет в городе проблем именно ветеринарного обслуживания животных? Я имею в виду, грубо говоря, тот факт, что раньше клиник было очень мало, и люди возили своих животных в Арзамас, Нижний Новгород. Вот как, на ваш взгляд, у нас есть сейчас в городе адекватное ветеринарное учреждение, которое готово оказывать квалифицированную помощь питомцам? Ну, вы знаете, по поводу оценки квалифицированности специалистов, как бы, я не могу давать оценки. Ну, вот вы доверяете своих котят? Меня устраивает вполне и наша государственная ветклиника, которая всегда была у нас в городе, оказывала помощь. Напомните, пожалуйста, еще раз, где она находится? Она находится около первого интерната, как бы точный адрес, я не знаю, я знаю, где она находится. Новая открылась ветклиника, здесь вот на Куйбышево улице, как бы мы тоже там были, нам понравилось обслуживание в этой клинике. В принципе, если животное правильно содержится и как бы иметь достойный уход, как бы ему особенной какой-то помощи не требуется. То есть, прививки раз в год можно сделать в любой клинике, провести операцию по стерилизации или кастрации животного, как бы с этим наши специалисты вполне успешно справляются. Скажите, вообще сколько эта процедура стоит? Потому что, может быть, многим кажется, что это каких-то баснословных денег. Я даже как бы не знаю, сколько стоит стерилизация, как бы давно этим я занималась, как бы за расценками не слежу. Ну, прививки, прививки от бешенства как бы есть даже бесплатные в государственной клинике, то есть, есть там какая-то у них программа, можно бесплатную прививку сделать от бешенства при регистрации животного. А так, импортные вакцины, там прививка стоит где-то 300-400 рублей, по-моему. То есть, вполне по силам практически любому человеку. Конечно. Ну, что ж, уважаемые радиослушатели, надеюсь, вы прислушаетесь к совету Натальи Юрьевны и в ближайшее время отведете своих животных. Это, мы, кстати, с вами говорили, особенно мужчины часто выступают против таких актов, считают, что это как-то негуманно и не по-мужски по отношению к своим питомцам придавать их таким процедурам. На самом деле, это неправда, потому что это животным облегчает жизнь и людям становится проще, по крайней мере, ну, тяжело, на самом деле, видеть в подъезде коробку с котятами и понимать, что если их там в течение двух-трех месяцев никто не заберет, то они, скорее всего, не выживут просто-напросто. Наталья Юрьевна, а расскажите, вот помимо, собственно, выставки «Зимняя сказка», какие-то проводятся еще мероприятия такие, ну, поменьше, может быть, масштабно, для других каких-то категорий граждан? Ну, у нас, как бы, были совместные мероприятия, мы пытались вместе, выезжали вместе на выставки в другие города со своими, как бы, членами клуба, ездили в мае, вот, на выставку кошек, участвовали, принимали участие. А так, из-за того, что у нас сейчас нет помещения, нам, конечно, сложно проводить какие-то мероприятия. Мы общаемся, ну, как бы, узнав друг друга, вступив в клуб, люди узнают друг друга, уже, ну, общаются между собой. То есть, ну, вот выставки раз в год, получается, что сейчас у нас проходят, это как бы такое масштабное мероприятие, оно требует все-таки большой подготовки. Вот уже второй месяц мы как бы этим занимаемся, то есть, многие члены участвуют, мы собираемся, готовимся к этому мероприятию, общаемся, разговариваем о наших любимцах, узнаем что-то новое. Еще мы сотрудничаем, у нас есть детский клуб рыжик на станции юных натуралистов, юных филинологов. Как бы иногда у них проходят там смотры, мы как бы своих животных там представляем, показываем разные породы, то есть, такие вот небольшие мероприятия у нас там проходят. Скажите, а члены вашего клуба это же устаившийся костяк или постоянно новые люди приходят? Нет, конечно, постоянно приходят новые люди, как бы после последней выставки, как бы много было людей, которые заинтересовались кошками, кто-то приобрел себе животных, кто-то уже за это время стал заводчиком и даже получил пометы, котят. В общем, это все время развивается, наша организация, пополняется, появляются новые члены, в общем, развиваемся. Скажите, такой вопрос может быть не самый скромный, а у вас вообще женская организация или мужчины тоже есть любители кошек? У нас есть мужчины, очень достойные мужчины, активные участники. Вообще, очень приятно, как бы вот проведя первую выставку, я столкнулась с тем, что у людей есть такая потребность, они хотят общаться, как мужчины, так и женщины, как бы нет разделения по половому признаку. То есть, если человек любит животное, любит кошку, они хотят общаться с такими же людьми, им нужно это общение, они хотят показать свою любимцу, они принимают очень активное участие, помогают в организации, это очень приятно, приходят целыми семьями, это замечательно, я считаю. А у вас только взрослые члены или есть там совсем молодые ребята, начинающие любители кошек? Ну, у нас по уставу членом организации может быть человек старше 18 лет, но бывает такое, что у девочки котенок, она им интересуется, но членом клуба становится его мама, и они совместно участвуют в наших мероприятиях. Скажите, а вы коллективно на какие-то выставки выезжаете, ну вот как Саровский клуб именно заявляетесь, чтобы представить своих кошек там в Нижнем Новгороде, может быть, в Москве? Ну, у нас вот был такой выезд, в мае я уже говорила, мы клубом выезжали, у нас из города ехало 8 человек, мы принимали участие в выставке кошек, по системе, по другой системе, эта система Ассалюкс проводила выставку, у нас там, мы хорошо выступили, у нас были там победители, занимали места, то есть у нас очень хорошо прошло это мероприятие. Награды диплома получали ваши ребенцы? Конечно. Вообще, на самом деле, вы знаете, странно, вот кошек награждают, дарят им дипломы, составляют родословные, и такое чувство, что все это, ну вот, только ради того, чтобы сохранить чистоту племени. Меня такие вещи немного удивляют. Не в том плане, что я предъявляю претензии, но просто как-то, если честно, странно, вот у вас есть любители, которые не владеют какими-то породистыми питомцами, а обычными кошками? Ну, есть. Каждая кошка, сказал Леонардо Винчи, это произведение искусств. То есть, каждая кошка, она прекрасна, и независимо от того, есть у кошки родословная или нет, мы ее любим. То есть, если у нас дома живет кошка, какая разница, как бы, есть у нее документы о происхождении или нет. У нас есть, как бы, члены, у которых обычные домашние кошки, они от этого ничуть не хуже. И на выставках, и на этой выставке, которая будет, о которой мы говорили раньше, будет специальное, как бы, представление домашних кошек. То есть, где будут представлены обычные домашние, мурки беспородные, которые тоже получат свои награды только за то, что их владельцы их грамотно содержат, что они привиты, что они правильно содержатся, что они не пожалели своего времени, пришли на выставку, как бы, они получат свое поощрение. Скажите, а зимняя сказка, это вот такое красивое декабрьское название или будет какой-то оттенок зимы вот в этой выставке грядущей? Ну, конечно, в преддверии Нового года что-то такое новогоднее, хочется сказки. Будет конкурс костюмов у нас такой новогодний, то есть, мы надеемся, что владельцы что-то такое интересное придумают, украсят свои домики для своих кошек как-то тоже в таком зимнем, новогоднем стиле. Также конкурс рисунка заявлен в рамках проведения этой выставки. И конкурс фотографий, который называется «Новогодние кошки». Наталья Юрьевна, у меня к вам, пожалуй, последний вопрос, он буквально у меня спонтанно в голове возник. Мы с вами, когда говорили о породах, вы приводили название, ощутимо, англоязычное. Скажите, а много вообще есть пород, которые исконно российские у нас на территории появились и здесь разводятся? Исконно российская порода это сибирская. Сибирская кошка, которая жила с нами как бы веками. Это сейчас популярная, есть ее как бы вариация невская маскарадная, так называемая. То есть это сибирская кошка, ну, сиамского окраса. Их, кстати, очень много будет представлено на нашей выставке, порядка 10. Это очень красивая порода с голубыми колоссами кошка, которая как бы именно на территории России возникла. И как бы заводчики здесь наши занимались селекцией этих кошек, скрепляли какие-то качества. Вот это наше. Какие-то новые вообще породы появляются в последнее время или этой работой почти не ведется? Нет, эта работа ведется, появляются новые породы. Ну, как бы красивые, не очень, но это как бы на вкус все товарищи нет. Но вот новая порода, например, украинский левкой. Это такая кошка, это смесь как бы лысой и веслоухой кошки. То есть это такая лысая веслоухая кошка, украинский левкой. Она как бы еще на стадии признания, по-моему, сейчас. То есть полностью она еще не признана Всемирной Федерацией кошек, но постоянно какая-то работа ведется то есть очень много работы ведет сейчас направление как бы скрещивание с дикими кошками ну то что на кошек тоже как и на все есть моды то есть какое-то время были модно британцы как бы занимались британцами потом персы потом шотландцы сейчас под как бы гадить к диким кошкам тяготеют люди то есть поэтому сейчас вот бенгалы тойгеры пошли вот стали сервалов там это дикая кошка там что-то с ней такое делать то есть тоже наверно какую-то породу скорую зарегистрирует поэтому вот как бы наталья скажите еще пожалуйста если человек хочет приобрести котенка он пойдет на вашу выставку он должен быть готов то что к нему как будущему хозяину могут предъявить какие-то требования ли этого не будет но естественно любой ответственный заводчик предъявляет определенные требования к будущему владельцу своих котят потому что они нам как дети мы хотим чтобы они жили в хороших условиях это конечно все индивидуально каждый заводчик сам определяет для себя степень как бы ответственности которые как бы он передает новому владельцу но как правило все равно заводчик старается узнать в каких условиях будет жить его кошка и предъявляет ряд требований как бы к ее содержанию многие не продают котят всеми с маленькими детьми потому что маленький ребенок не всегда может контролировать себя и поэтому как бы котенок и особенно если он маленький он от этого страдает поэтому многие просто даже не продают то есть узнав если ребенок маленький там дошкольного возраста могут просто даже не продать котенка то есть это не магазин нет это не как то есть как в магазин разводчики которые по 1000 по 2 продают они могут куда угодно продать как ответственный как бы человек все равно старается узнать если в доме еще животные как бы куда приобретается животное там в питомник с какой целью просто для себя либо в разведения это тоже как бы очень сильно влияет и на результат переговоров по приобретению животного на его цену тоже влияет ну что наталья напомните еще раз когда состоится ваша выставка наша выставка для посетителей будет работать 8 декабря 10 утра до 6 вечера в доме молодежи мы всех будем с радостью ждать и надеемся что наше мероприятие очень понравится гражданам друзья на этом все я напоминаю что сегодня у нас была в гостях председатель саровского клуба дивные кошки наталья ушакова наталья большое спасибо что согласились прийти друзья а с вами мы услышимся совсем скоро до свидания до свидания говорит саров